Сейчас в городе и во всех сельских поселениях района идут праздничные елки. Дедушки Морозы и Снегурочки вводят с детьми хороводы и дарят им подарки. А в Южненском поселении решили поздравить ребятишек с помощью ученых кур, разноцветных голубей и оживших кукол. В самом центре Заречного собрались десятки местных детишек. Ведь здесь установили большую нарядную елку и сейчас начнется настоящее представление. Перед ребятами выступят артисты цирка Шепито из Сибири. Такой подарок мальчишкам и девчонкам сделали депутаты южненского поселения. Жители Заречного, дружного, мирного, ну то есть собираются очень много, вы видите, здесь большое количество детей с родителями, с бабушками, с дедушками. И в общем, несмотря на погоду и минусовая температура бывает, а все приходят и радуются. Свежий воздух – это полезно и очень прекрасно для организма. Ловкость рук и никакого мошенничества. Маленькие зрители с восторгом наблюдают за циркачами. В гости к малышам прибыли и пернатые артисты. Оказывается, курицы умеют не только нести яйца, но и выполнять акробатические номера. И не только они. Я не ожидала такого, ну там я в магазине увидела объявление, что будет сегодня елка. И я пришла, тут был клоун, он показывал, как курицы спят, и голуби красивые были. Мне понравился розовый голубь и голубенький тоже. Не менее яркое новогоднее представление подарили маленьким зрителям и южненские артисты – сотрудники местного дома культуры. Они подготовили спектакль от девочки, которая попала в мир кукол, заколдованных злой волшебницей, и решила их спасти. Чтобы избавить страну игрушек от зла и вернуть все добро, всем ребятам нужно сказать следующие слова. Чудо чудное явись, нам сейчас ты покатись, дверь волшебную открой, волшебством зовем с собой. И добро восторжествовало. Свой танцевальный подарок всем собравшимся показали и юные жители поселка. Ну и, конечно, новогодний праздник не обошелся без традиционного хоровода у елки. Наталья Пирс, Артем Кузьмин. События и люди.